МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Команда своего ТВ продолжает работу, чтобы вы могли узнать обо всех событиях, происходящих в крае. Меня зовут Никита Шишков, и вот о чем пойдет речь далее. В селевом садах предгорного округа с населением около 10 тысяч человек открылось новое ателье. О том, как мелкое хобби может перерасти в бизнес, расскажет Герман Кудеяров. Это тот случай, когда человек заимствует у природы свойства, которые превращает в технологии. Об универсальном гидрофобном средстве сюжет Кристины Бородюк. Это оружие для лазертага, а это для страйкбола. О военно-тактических играх подробности в сюжете Анастасии Толстолуцкой. Теперь подробнее. На Ставрополье будут вести постоянный мониторинг состояния рек перед началом паводкового сезона. Такое поручение дал губернатор Владимир Владимиров на еженедельной планерке в правительстве региона. Работу проведут специалисты Краевого Минприроды и Росгидромета. Сейчас уровень притока воды в Ставропольские реки многократно ниже критических значений. Также по поручению Владимирова правоохранители региона проработают жесткие меры реагирования в отношении аграриев, которые виновны в массовой гибели диких птиц и животных. Такое решение приняли из-за недавнего инцидента с массовым отравлением пернатых. По предварительным данным, несколько десятков птиц съели зерно, которое предназначалось для грызунов и вредителей. До первой декады вместе с правоохранительным органом провести совещание в части результатов расследования вот этих двух уголовных дел и дальнейшего применения мер. Потому что если это будет безнаказанно, мы с этой отравой никогда не поборемся. Мы же все понимаем, что это сельхозпроизводители с запрещенными препаратами травы мышевидных грызунов. Ну, а между тем в Винсадах жительница открыла свое ателье. Галина Престюк ремонтирует одежду и шьет новую. Но почему это так важно для жителей села и как помогло государство в этом деле? Герман Кудееров тоже шил сюжет. У подножия горы Бештау расположено село Винсады или, если угодно, Виноградные сады. Здесь проживают около 10 тысяч человек и совсем недавно здесь появилось очень важное для населения ателье. Красивые виды в предгоре, и это, конечно, хорошо. Но в селе должен и кто-то одежду ремонтировать. Так решила Галина Престюк. И в сентябре открыла собственное дело. В этой небольшой комнате, площадь которой 15 квадратных метров, есть все необходимое для хорошей работы. И работа кипит каждый день. Очень много клиентов. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот я обратил внимание, у вас здесь пять машинок. Чем они отличаются? Машинка, это постоянная на ней работа, прямострочная машинка. Все виды прямых строчек. То есть и шьет от тюля до джинса. Больше 15 лет опыта даром не прошли. Галина легко справляется с любыми задачами. Работает на подшивочной машинке, с оверлоком и на машинке для тяжелых тканей. Штуковку делала. Тоже брючки хотя бы носить дома. Но девочка попросила вот это вот завлатать. Протерлась, да? Да, протерлась и таким образом ставила латочку. Ателье в центре села. Клиентов, рассказывает Галина, много. Чаще обращаются за ремонтом одежды. А недавно детский сад заказал новые карнавальные костюмы. Поток людей пошел. Востребованная, получается, профессия. В том плане, что сейчас не каждый купит себе новую вещь. Если она практически новая, ее можно отремонтировать. Заменить замок, сделать какую-то нашивку. И поэтому люди идут, люди советуют, возвращаются, по рекомендации приходят. Открыть свое ателье помог социальный контракт. Его Галина заключила с государством и получила 250 тысяч рублей, на которые сняла помещение и закупила все необходимое. Кто ходил ко мне домой, кто знал, что я шью. Постоянно просили, просьба была. Ну, откройтесь, чтобы к вам было удобно добираться, чтобы вы были где-то на виду. И узнав о соцконтракте, решила воспользоваться такой возможностью и открыть в центре села. Открыть свое дело могут люди с доходом ниже прожиточного минимума или попавшую в трудную ситуацию. Справку можно получить в центре соцзащиты населения или МФЦ. Владимир Владимиров поставил задачу сохранить в этом году объемы программы соцконтрактов. А увидели, как хобби превращается в бизнес. Герман Кудеяров и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Кстати, найти хорошего ремесленника, которому можно доверить что-то сделать или починить, дорогого стоит. И хорошо, если для таких талантов открываются возможности. Но неразвлечениями едиными молодежь и учиться успевает, и знания пускает в дело. Ставропольский студент-второкурсник разрабатывает универсальное водоотталкивающее средство. Для чего оно нужно и где может применяться? Пообщалась с молодым исследователем Кристина Бородюк. Научная лаборатория для Диониса Филиппова «Второй дом». 19-летний студент в свободное от учебы время разрабатывает водоотталкивающее средство, которое может применяться в промышленности. На высоте деталей самолетов, если их не обрабатывать гидрофонными средствами, покрывается льдом, что приводит к нарушению аэродинамики. И, соответственно, самолет из-за образования льда набирает вес, падает, случаются катастрофы. Такому раствору можно найти применение и в текстильной промышленности. Представьте, обработали одежду, обувь и дождь не страшен. Средство Диониса отталкивает воду по принципу листьев лотоса. Они содержат микроскопические волоски, благодаря которым вода собирается в шарики и скатывается с поверхности. После смешивания всех растворов водоотталкивающее средство проверяют. Высчитываем краевой угол смачивания. Краевой угол смачивания – это угол между как раз-таки каплей воды и обрабатываемой поверхностью. И чем он выше, тем он лучше. Соответственно, если угол больше 90 градусов, то покрытие можно назвать супергидрофобным. Наш препарат пока просто гидрофобный. Над его усовершенствованием студент продолжает работать. Но водоотталкивающее средство уже помогло Дионису победить в конкурсе «Студенческий стартап». Одно из условий грантового конкурса – это открыть свое юридическое лицо. Ну, потому что конкурс называется «Студенческий стартап», а суть как раз-таки стартапа – это какую-то инновационную технологию начать продавать. Верят, что студенческая разработка станет достоянием общественности Кристина Бородюк и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение. Идем далее. Страйкбол, лазертак, пинтбол – это не только веселый досуг и неплохая такая физическая нагрузка, но и настоящая учеба. Такие игры помогают развивать логику и тактическое мышление. Анастасия Толстолодская тоже провела досуг с пользой. Рамазан увлекся военно-тактическими играми два года назад. В Ставрополь приехал на учебу. Нашел друзей, с которыми объединил общий интерес. Это все-таки какой-никакой но спорт. Ты отрабатываешь тактики ведения боя, отрабатываешь стрельбу, какую-никакую, как работать из-за укрытия. И в первую очередь из-за атмосферы с людьми. Встречи после игр напоминают больше уютные посиделки. Почему вы их отгоняете? Они пытаются забрать результаты и сведевать. А еще обсуждают успехи и ошибки. Сейчас подводят итоги 2022-го и строят планы на этот год. Скучать некогда. Здесь работают интерактивные площадки. Спускаем курок. Так, отлично. Магазин на место. Вот так там он защелкивается. Вот. Опа, есть. И на предохранитель. Военно-тактические игры проводят на Ставрополе несколько лет подряд. Мы здесь объединяем все направления игровых вот таких сегментов, как страйкбол, лазертак, пейнтбол и даже ДНД, ну то есть настольные игры даже в таком ключе. И вот объединяя все это, за год то, что мы насобирали проекты, какие провели, мы проводим анализ награждения наиболее выдающихся людей, которые проявили себя. И анонсируем проекты на Новый год. Средний возраст участников от 18 до 50 лет. Дети могут играть только с родителями. Поиграли в военно-тактические игры Анастасия Толстолуцкая, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. Ну а еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv. Напишите в WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 350 80 70. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Далее прогноз погоды. Я же на этом с вами прощаюсь. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на вторник, 28 февраля. Последний день зимы, кстати, обещает быть по-весеннему теплым. Спойлер. Похолодание уже с 1 марта. Но это будет в марте. Итак, центральные территории края. Минеральные воды плюс 21 облачно с прояснениями. Невиномыск пасмурно и плюс 19. Изобильный и Новоалександровск плюс 19 и тоже пасмурно. Ставрополь плюс 16 без осадков. Ветер не выше 5 метров в секунду. Световой день 11 часов 5 минут. И, внимание, магнитная буря. На Кавминводах тепло и без осадков. В Пятигорске и Сентукак днём плюс 20. В Железноводске плюс 19. В Кисловодске плюс 18. Всюду облачно с прояснениями и без осадков. Ветер до 5 метров в секунду. В Восток и Север края тепло и без осадков. В Ипатрово и Дибном пасмурно днём до плюс 17. Ветер 5 метров в секунду. В Нефтекумске и Будённовске до плюс 19. И облачно с прояснениями. А ветер до 3 метров в секунду. На сегодня о погоде всё. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»